Дорогой длинною, до ночи лунною, до спеть... Корейских зрителей Василиса Авдонина на фестивале удивляла русскими народными песнями. Признается, выступать было волнительно и очень ответственно. Самарская делегация посетила город по братим Тханьон впервые. К фестивалю готовилась тщательно, подбирая репертуар. У меня в основном были две подвижные песни. Она была Россия. Я все-таки настояла на том, чтобы поставить такую более душевную песню, чтобы все-таки показать, что в России не только у нас такие веселые народные песни, все-таки у нас есть еще и такая душа. Надеюсь, они почувствовали, я и пыталась им излить свою душу. Фестиваль посвящен великому морскому сражению Прихан Сандо, которое повернуло ход истории и не позволило Японии уничтожить флот Кореи. Самарские творческие коллективы приняли участие в трех концертах. Им удалось не только пообщаться с корейскими исполнителями, но и рассказать об истории русских народных песен. Когда Василиса наша пела «Дорога длинную», к нам подошли и сказали, что это французская песня, потому что они ее знают и любят, и она как бы у них там известна настолько, но они ее знают как французскую. И когда мы им сказали, что нет, это вот русская, то они даже объявили об этом на самом фестивале. И корейцы немножко загудели и как-то так восприняли очень... Для их неожиданность была, что это русская музыка. Участники самарских творческих коллективов побывали на приеме у мэра города Тханьон. Местные власти высоко оценили мастерство юных артистов. В свободное от концертов время ребята гуляли по городу и остались под большим впечатлением. Концерт-холл – это филармония корейская. Это вообще для меня такой восторг. Там, во-первых, зал шикарный, большой, вообще очень красиво. И очень... Мы были в храме Будды, там все так красиво, там все зеленое, там очень много растительности. Организаторы пригласили самарцев принять участие и в следующем корейском фестивале. Юные артисты задумки надеются выступить в Корее не только с вокальными, но и с хореографическими номерами. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События.